Вакцинации и расстройства аутистического спектра. В настоящее время большинство специалистов считает, что связи между вакцинацией и аутизмом не установлено. И что в регионах, где выполняют план прививочной программы, частота аутизма не выше, чем в регионах, где этот план не выполняют. И здесь вот ряд статей, которые свидетельствуют об этом. При этом следует помнить, что любая из вакцин, которая используется в детском возрасте, она сама по себе может привести к серьезным побочным эффектам, в том числе и психоневрологическим. Конечно, их частота очень маленькая. И здесь вы в таблице видите, что она чаще всего менее одного случая на миллион доз. А в некоторых случаях вообще описывается только один случай в год во всем мире. При этом, согласно этой статье, по мнению родителей, в 57,3% случаев регресс или откат был ассоциирован с вакцинацией и в 11% случаев с другими острыми заболеваниями. Таким образом, мы можем сделать следующий вывод, что сама по себе вакцинация не вызывает расстройства аутистического спектра. Но при этом вакцинация может провоцировать регресс и откат у детей с расстройством аутистического спектра, которые до этого развивались как ЗПР, то есть задержка психического развития или задержка моторного развития. И потом вот произошла манифестация такого аутистического поведения. Теперь рассмотрим каждую вакцину по отдельности и оценим, какова ее связь с аутизмом. Согласно этой статье, у мальчиков, вакцинированных в период новорожденности от гепатита B, шансы на диагностику аутизма были в три раза больше, чем у мальчиков, никогда не вакцинированных или вакцинированных после первого месяца жизни. С чем это может быть связано? В этой статье говорится о том, что белки HBS антигена, которые присутствуют в вакцине, они обладают антигенной мимикрией с миелиновым гликопротеином олигодендроцитов. Это значит, что после постановки вакцины формируется иммунитет против HBS антигена, и эти антитела способны действовать против миелинового гликопротеина олигодендроцитов. Если же у ребенка повышена проницаемость гематоэнцефалического барьера, это может быть в результате как дефицитных состояний, тяжелых родов, гипоксии и так далее, множество факторов, то эти антитела, они проникая в головной мозг, запускают вот такой аутоиммунный процесс против миелиновых гликопротеидов. А миелин играет большую роль в патовизиологии расстройства аутистического спектра. Здесь вверху статья клиническая о людях и внизу несколько экспериментальных моделей на животных о роли миелина в патогенезе аутизма. И очень интересная работа, что миелинизация мозга в возрасте 7 месяцев предсказывает более позднее развитие речи. А именно в этой работе сказано, что была обнаружена сильная прогностическая связь между плотностью миелина в возрасте 7 месяцев, речевыми способностями в возрасте 24 и 30 месяцев и скоростью развития речи. Таким образом, вакцинация от гепатита В в течение первого месяца после рождения у детей с повышенной проницаемостью гематоэнцефалического барьера может способствовать меньшей плотности миелина за счет антигенной мимикрии и запуска аутоиммунных процессов, что отразится на развитии речевых навыков. Другая работа говорит о том, что развитие миелины имеет большое значение для слуховой системы, особенно в возрасте до полутора лет. Следующая вакцина – ВЦЖ. В этом исследовании участвовали более 4000 детей и было установлено отсутствие негативного влияния вакцинации ВЦЖ на психомоторное развитие детей, в том числе на развитие аутизма. То есть связи ВЦЖ и аутизма нет. Есть очень интересная экспериментальная работа, где говорится о том, что неонатальная вакцинация ВЦЖ, и внизу в голубой рамочке написано, ВЦЖ повышает синаптическую пластичность. То есть ВЦЖ, она полезна для детей с факторами риска для аутизма. Получается, что так. И напротив, вакцина против гепатита В препятствовала этому. Поэтому вакцинация по календару прививок ВЦЖ рекомендована. Следующая вакцинация от кори-краснухи паратита. Это на сайте immunize.org выполнена обзорная работа, где авторы анализируют более 25 статей, и они пришли к выводу, что связи между вакциной от кори-краснухи паратита и аутизмом нет. Этот анализ выполнен на основе изучения более 600 тысяч детей, их развития. Все эти 25 статей мы детально разбирать не будем. И вот есть очень интересная работа, в которой говорится, что при исследовании на 96 аутистах и 192 нейротипичных детях в возрасте от 2 до 15 лет было установлено, что у привитых от краснухи кори и паратита вероятность аутизма ниже, чем у непривитых или привитых только коревой вакциной. Таким образом, получается, что вакцинация от краснухи кори и паратита она полезна и является, так сказать, профилактической с целью предупреждения расстройств аутистического спектра. Чем же обусловлена вот такая связь? Это работа. В ней участвовали желтым цветом, видите, подчеркнуто более миллиона детей. И в результате сделаем вывод, что у детей, получивших хотя бы одну дозу вакцины против кори и паратита краснухи, был меньше риск развития воспалительных заболеваний кишечника. Здесь имеется в виду дети все. И нейротипичные, и аутичные, и все-все-все. И таким образом, благодаря тому, что вакцина против кори и паратита и краснухи благоприятно влияет на местный и системный иммунитет, в частности, с большим значением для кишечника, это регулирует ось кишечник мозг и уменьшает вероятность развития аутизма. Итак, вакцинация против кори и паратита краснухи, она полезна и обладает профилактическими свойствами с целью предупреждения аутизма. Что касается вакцинации против полиэмилита, не найдено ни одной статьи о связи этой вакцины и аутизма, не найдено ни одной статьи о связи вакцины против полиэмилита и психиатрической патологии, и есть единичные работы от поствакцинального параличия, и об этом же была речь в начале лекции, когда мы говорили о данных семейной организации здравоохранения. Следующая вакцина – это АКДС, антикоключно-столгнячная дифтерийная, и очень часто родители считают, что именно после этой прививки произошел откат. Чем можно это объяснить? Дело в том, что у аутистов обычно в кишечнике из-за незрелости кишечника развивается много холостеридий, и они несут определенную пользу организму, они стимулируют трансформацию трептофанов в серотонин, они синтезируют много краткоцепочечных жирных кислот, которые увеличивают биодоступность цинка, а при аутизме часто дефицит цинка. Еще холостеридий в толстой кишке способствует индукции трек клеток и предотвращает воспалительные заболевания кишечника. Внесу статья о том, что краткоцепочечные жирные кислоты микробиомного происхождения защищают гематоэнцефалический барьер. То есть вот такой нездоровый микробиом, он при этом создает ось кишечник-муст и какие-то моменты компенсирует, из-за чего клиника не такая яркая. При постановке прививки против столбняка, возбудитель которого клостридиум тетани, может происходить, во-первых, усиливается антиклостридиальный иммунитет и, соответственно, вот эти механизмы нарушаются и это может приводить к манифестации клинической симптоматики или откату. Но это чисто мои умозаключения. Может быть, еще причина откатов после прививки АКДС – это вспомогательные вещества в вакцине. Давайте посмотрим внимательнее. Здесь вот еще один положительное свойство клостриди – это то, что они снижают нейроспаление. Итак, посмотрим состав. Мы видим, что в вакцинах АКДС и пентоксин помимо анатоксинов присутствует консервант, мертиолят, к примеру, и присутствует адювант. Это в верхнем случае гидроксид алюминия, в нижнем случае это алюминия, гидроксиды, гидрат. Что касается среды Хенкса, которая описана в пентоксиме, то это соли кальция магния неорганические, и они не имеют большого клинического значения. Здесь мы в первую очередь будем говорить о консерванте, и во вторую очередь об адюванте алюминиевом. Итак, консервант. Значит, верхние работы, они свидетельствуют о том, что использование консерванта тимиросала мертиолята не увеличивает частоту аутизма. Нижние две работы говорят о том, что ртуть в составе тимиросала мертиолята она имеет период полувыведения у детей после вакцинации 3,7 дня, а у маловесных и недоношенных детей 6,3 дня. То есть этот консервант, он, во-первых, распадается в организме под воздействием ферментов детоксикации и потом выводится в течение максимум двух недель. И нет связи между применением вакцин с этим консервантом и частотой аутизма. По-другому обстоят дела для алюминиевых адювантов. Вот это работа, и вы видите, автор пришел к следующему выводу. Связь между алюминиевыми адювантами, вакцинах и расстройствами аутистического спектра подтверждается множеством доказательств. Внизу автор приводит, что существует несколько видов алюминиевых адювантов, и они содержатся примерно в 60% вакцин для человека. Далее, из той же самой статьи, вверху, алюминиевые адюванты могут пересекать гематоэнцефалический барьер и вызывать иммуновоспалительные реакции в нервных тканях. По центру они способны вызывать изменения в поведении, могут покидать область инъекций и достигать определенных органов, таких как нервная система. И, что важно, до сих пор фармакокинетические данные инвива, полезные для прогнозирования концентрации алюминия в плазме и тканях после вакцинации у детей и взрослых, отсутствуют. И это представляет собой научный пробел. Иногда бывает спорить, что человек с пищей получает много алюминия. И вот внизу, в оранжевом прямоугольнике написано, при внутримышечном введении оксигидроксида алюминия он усваивается почти со 100% эффективностью, тогда как всасывание из пищи составляет менее 1%. Далее, желтым цветом исследования на грузинах показали, что алюминиевые адюванты или вакцины, содержащие алюминия, могут привести к активации микроглии и повышению уровня провоспалительных цитокинов. Внизу, таким образом, несколько исследований показали, что воздействие алюминиевых адювантов может быть коварно вредным для некоторых детей в краткосрочной и долгосрочной перспективе, способствуя огромному увеличению случаев нейродегенеративных расстройств, особенно расстройств аутистического спектра в молодом возрасте. И ссылка на множество статей. Вот такая интересная работа. Называется «Способствуют ли адюванты алюминия в вакцинах росту распространенности аутизма». И авторы пришли к следующим выводам, что увеличение воздействия адювантов алюминия значительно коррелирует с увеличением распространенности рас. И второе. Существует значительная корреляция между количеством алюминия вводимого детям дошкольного возраста и текущей распространенностью расстройств аутистического спектра в семи западных странах, особенно в возрасте 3-4 месяцев. То есть существует связь использования вакцин с алюминиевыми адювантами и аутизмом. Это таблицы из статьи. Первая колонка касается взрослых людей, которые получили вакцину от гепатита В. И если средний вес взрослого 70 кг, то получается, что человек с одной дозой этой вакцины получает 7,1 микрограмма алюминиевого адюванта на килограмм веса человека. И если же вакцинация происходит в период новорожденности, когда вес ребенка примерно 3,4 кг, то доза будет 73,5 микрограмма алюминиевого адюванта на килограмм веса ребенка. При ревакцинации в возрасте 2 месяца, когда его вес составляет примерно 5 кг, то вот эта доза составляет уже 172,5 микрограмма алюминиевого адюванта на килограмм веса человека. То есть с вакциной ребенок получает очень много алюминия. Это из той же самой статьи параграф 4,5 алюминиевые адюванты и воспаление в головном мозге. Сниже параграф 4,6 алюминиевые адюванты как промоторы, то есть те, что запускают аутоиммунное воспаление, воспалительные реакции в головном мозге. Другая статья, это уже исследовали трупный материал, головной мозг, лиц как нейротипичных, так и с различными психоневрологическими заболеваниями. Вы видите, что в группе контроля вот уровень алюминия в тканях головного мозга вот такой вот низкий. При расстройствах аутистического спектра разброс очень большой, но статистически достоверный. То есть при аутизме в головном мозге очень много алюминия. Это другая статья. Здесь исследовали тоже головной мозг четырех умерших с расстройством аутистического спектра мужчин и одной женщины. И авторы заключили, что содержание алюминия в тканях головного мозга лиц с диагнозом РАС было чрезвычайно высоким. К верхнему пределу всех предыдущих. Обратите внимание, что у некоторых из них уровень алюминия приближалась к верхнему пределу всех предыдущих исторических измерений содержания алюминия в мозге, включая ядрогенные расстройства, такие как диализ. То есть его было не просто много, а очень много. Мужчины имели значительно более высокие концентрации алюминия в мозге, чем одна женщина. И последнее. Авторы зафиксировали одни из самых высоких значений содержания алюминия в мозге, когда-либо измеренных в здоровых или больных тканях у мужчин с расстройством аутистического спектра, включая следующие значения микрограмм на грамм сухого веса головного мозга. То есть в головном мозге аутистов очень много алюминия. И в этой статье авторы считают, что у лиц с генетической предрасположенностью к аутизму под воздействием алюминиевых адювантов активируется микроглия, запускается нейровоспаление, что отражается на формировании синапсов и межклеточных контактов среди нервных клеток, и это приводит к аутистической симптоматике. Помимо самих вакцин и их консервантов и адювантов, роль еще может играть использование нестероидных противовоспалительных препаратов в качестве жаропонижающих средств. Например, вот эта статья англоязычная про парацетамол в англоязычном варианте ацетаминофен. И они пишут, что использование ацетаминофена, то есть парацетамола, после вакцинации от кори эпидемического паратита и краснухи было значимо связано с аутистическими расстройствами при рассмотрении детей в возрасте 5 лет и младше. Ниже использование ибупрофена после вакцинации не было связано с аутистическим расстройством. Таким образом, это исследование показало, что употребление парацетамола после вакцинации было связано с аутистическим расстройством. Чем это можно объяснить? Вот другая работа тоже говорит, что использование в послеродовом периоде ребенком парацетамола может вносить значительный вклад в риск развития расстройств аутистического спектра среди мужчин в США. Это статья о том, что здоровые дети, подвергшиеся пренатальному кратковременному использованию парацетамола, имеют худшие показатели общей моторики. Все это объясняется тем, что парацетамол, он безопасен для детей в лекарственной дозе, но его токсичность повышается при дефиците цинка, который часто наблюдается у детей с аутизмом. Все это приводит к снижению уровня нейротрофических факторов в головном мозге при воздействии парацетамола с уменьшением коммуникативных поведенческих реакций и неспособности к пространственному обучению, что было доказано в эксперименте на животных. То есть использование парацетамола влияет на скорость созревания головного мозга и замедляет его. И таким образом 3-10 выводов. Первое. Вакцинация не является причиной аутизма. Второе. Почти в 60% случаев регресса или отката родители связывают это с вакцинацией. Третье. Вакцина против гепатита B в период новорожденности увеличивает риск аутизма в 3 раза относительно риска у невакцинированных детей или вакцинированных в старшем возрасте, что может быть связано с антигенной мимикрией. Четвертое. Вакцина BCG не связана с аутизмом. Есть данные о его благотворном влиянии на пластичность мозга. Пятое. Вакцина против кори и краснухи паратита уменьшает риск развития аутизма через благотворное влияние на кишечник и на ось кишечник мозг. Шестое. Вакцина против полиомиелита не связана с аутизмом. Седьмое. Вакцина ACDS усиливает противокластридиальный иммунитет, что может нарушить установившуюся ось кишечник мозг. Восьмое. Консервант. Тимиросал или мертиллят выводится из организма максимум через 2 недели и его использование не связано с аутизмом. Девятое. Алюминиевые адюванты, которые используются в вакцинах, они выводятся очень медленно из организма, могут проникать через гематоэнцефалический барьер и способствовать нейровоспалению. Использование алюминиевых адювантов ассоциировано с риском аутизма. И вот вакцина ACDS, она как раз содержит и алюминиевые адюванты и иногда тимиросал или мертиллят. И последний вывод. Использование парацетамола в младенческом возрасте ассоциировано с аутизмом. Парацетамол на фоне дефицита цинка снижает уровень нейротрофических факторов мозга, что отражается на скорости созревания мозговых структур.